МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Итоги конференции Google I.O. 2014. Представлена новая версия Android 5.0 L. Зеленый робот теперь повсюду. Компания Google показала новые платформы Android. Ну а далее в программе расскажу о том, как продлить время работы вашего iPhone под управлением iOS 7 в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств». А следом в игре Transformers Age of Extinction и программе под названием Say Hi. Ну а пожалуй на сладкое, на этот раз оставлю обзор одного любопытного гаджета из мира носимой электроники. Погнали! Ну что ж, а начинаем, как и всегда, с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Материализация дизайна. Компания Google в рамках конференции I.O. 2014 представила новую версию мобильной операционки Android L. Безусловно, стоит признать, что пятая версия зеленого робота запомнилась в первую очередь своим кардинально обновленным дизайном. Как заявили представители Google, цитата, «Нас вдохновили бумагой чернила», конец цитаты. Ну уж не знаю, что они имели в виду, но результатом стал бесспорно красивый Android, выполненный в стиле модного нынче флет-дизайна, совмещенного с тенями и забавной анимацией всех кликабельных объектов. К слову, из приложений показали, например, новую почту, красивую и не перегруженную лишними интерфейсными элементами. Определенно классной, на мой взгляд, вышла и новая многозадачность, выполненная в виде своеобразных вертикальных вкладок, а также панель уведомлений, совмещенная с экраном блокировки и чем-то напоминающие карточки Google Now. Ну и что уж точно нельзя не отметить, так это новые кнопки управления системой. Треугольник, кружок и квадрат. Ну, в общем, делитесь своими впечатлениями от нового андроида в комментариях на нашем сайте. Ну а непосредственно его обзор я постараюсь подготовить уже к следующему выпуску, как только раздобуду бета-версию, ибо сама система официально выходит только в конце этого года. А, да, и чуть не забыв, вот что, кстати, по этому поводу думает Джонни Айв. Да. О боже, вездесущий андроид. Зеленый робот решил поселиться во всем, что можно назвать техникой. Android Wear, Android Auto, Android TV. Продолжать? Окей. Google Fit, Chromecast и многое другое обратило на себя внимание общественности во время трехчасовой Google I.O. Правда, расскажу все-таки о самом вкусном. Начнем с носимых гаджетов. Наконец-то Android Wear показала себя во всей красе. По сути, носимую ОС можно назвать просто уменьшенной копией Google Now. Работа с ней также построена по принципу голосового управления, а интерфейс разбит на специальные карточки, отображающие важную информацию, с помощью которых можно заказать пиццу, вызвать такси, ну или смс-ку надиктовать. Говоря об Android Auto, стоит лишь упомянуть о том, что подключив свой девайс к экрану автомобиля, водитель по сути получит доступ к адаптированным версиям сервисов Google Now, Google Maps и Google Music. В общем, налицо аналог CarPlay от Apple. Ну и, наконец, Android TV. Ну, конечно, как же без конкурента губертиновской приставки. Новая платформа Google позволит транслировать на большие экраны контент со смартфона или планшета, а также будет поддерживать кроссплатформенные приложения. Само собой, фильмы, шоу и музыка, так же, как и в Apple TV, будут доступны прямо с приставки. Ну что ж, о новостях на этом всё, так что едем дальше. Безусловно, стоит сказать, что каким бы классным смартфоном априори не был бы iPhone, всё-таки одна, причём большая проблема у этого чуда яблочной мысли, как ни странно, всё-таки есть. Но выражена она, конечно же, во времени автономной работы. К слову, если вы уже порядком позадолбались по несколько раз на дню заряжать свой смартфон, то смотрите внимательно, ведь сегодня я расскажу о трёх способах, которые помогут решить эту насущную проблему. Ну а начнём, пожалуй, с самого простого, но в то же время не столь очевидного эффекта Parallax. Тот самый хвалёный эффект глубины, ставший чуть ли не главной фишкой и особенностью iOS 7, на самом деле штука весьма прожорливая, так что заходим в настройки, раздел АБ и яркость, и тапнув на одно из превью изображений, отключаем перспективу в правом нижнем углу. Второй способ, как ни странно, тоже является одной из главных фишек iOS 7, по крайней мере для меня в силу своего удобства, и называется фоновое обновление программ. Бесспорно, респект Apple за данные нововведения, но при его активации ваше устройство продолжает работать, даже когда вы им в принципе не пользуетесь, и как следствие стремительно сажает заряд батареи, поэтому если нет возможности подзарядить свой гаджет, лучше временно его отключите. Способ номер три вытекает прямо из второй, хотя суть его примерно та же, но преследует он всё-таки несколько иные цели. Обновление контента – это то, что нас с вами в данном случае будет интересовать. Для того, чтобы отыскать данный пункт, предстоит вновь зайти в настройки, далее выбрать пункт «Основные» и чуть ниже найти «Заветный пункт». Именно он при активации позволяет программам вроде «Погоды» в фоновом режиме обновлять контент, в том случае, если вы находитесь в зоне доступа Wi-Fi, либо просто мобильных сетей. Поэтому если вам эта возможность особенно не нужна, то помимо времени работы, она ещё и трафик поможет сэкономить. Не знаю, как вы, а вот лично я обожаю трансформеров. Признаюсь честно, франчайз Майкла Бея покорил меня ещё с самой первой части, так что эпоху истребления я успел посмотреть одним из первых уже 24 июня. Стоит ли отрицать, что фильм получился классный, думаю, едва ли. Я, конечно, не кинокритик, но на мой взгляд, картина действительно получилась вполне неплохой. К слову, если вы так же, как и я, фанатеете от гигантских роботов и, придя домой после просмотра, решите продлить удовольствие в какой-нибудь мобильной игре, то сегодня расскажу об одной, в которой, как ни странно, делать этого точно не стоит. Так уж повелось на Руси, что ни один громкий тайтл из мира кино, по мнению издателей, и уж тем более разработчиков, судя по всему, ни дня не может прожить без поддержки хорошей мобильной игры. Ну, хорошей, само собой, в кавычках, ибо за последнее время по-настоящему хороших, качественных игр в магазинах App Store и Google Play было, по сути, раз-два и обчелся. Конечно, из всех правил бывают исключения, но как бы не прискорбно было это признавать, трансформеры в их число, увы, не входят. Новое творение от студии Дэна, пока еще не запомнившееся мобильным геймером на поприще игровых свершений, по сути является очередным представителем раннеров, правда, на этот раз с одним-единственным отличием – скинами пресловутых трансформеров. Буквально с первых секунд после запуска игры уже начинаешь понимать, что ни графикой, ни интересным геймплеем проект удивлять в принципе не собирается. Пускай и есть здесь, на первый взгляд, забавная возможность поиграть за Бамблби или других автоботов, но, увы, пресловутые фишки с трансформацией или бои с десептиконами едва ли можно назвать составляющей хоть в какой-то мере интересного и динамичного геймплея. Так что движимый поначалу некоторым энтузиазмом, вскоре осознаешь, что делать-то в игре особенно и нечего. Да, можно несколько проапгрейдить главного героя или пройти еще пару миссий, но во всем этом кроется одна очевидная и большая проблема – уж очень тут все скучно. Однообразность геймплея в очередной раз напомнит, что игра является не более чем проектом для галочки и то, сделанным спустя рукава. Так что даже не стоит тратить на нее своего времени, лучше еще раз посмотрите фильм. Ну что ж, вот уже месяц, как за окнами лета и пара долгожданных отпусков тем временем в самом разгаре. Так что, на мой взгляд, пришло самое время рассказать об одном классном приложении, которое поможет вам не потеряться в заграничных городах и найти общий язык с местными жителями. Помочь сломать языковой барьер вам поможет приложение под названием Say Hi. По сути, оно представляет из себя продвинутый голосовой переводчик с поддержкой более 100 различных языков, который поможет пользователю, находящемуся за границей, общаться с людьми, просто произнося фразы на родном языке. Объясню, как это работает. Для начала выбираем в настройках программы основной, так сказать, исходный язык, на котором мы с вами, собственно, и разговариваем. В данном случае это будет русский, и после чего уже назначаем язык, на который программа будет переводить наши фразы. Например, английский. Принцип работы приложения просто удобен. Жмем на кнопку с изображением русского языка и произносим необходимую фразу. После чего приложение не только выдает ее текстовый перевод, но и автоматически озвучивает для собеседника. Чтобы ответить иностранному собеседнику, предстоит проделать ровно то же самое. В том случае, если вы находитесь в том месте, где произносить фразу было бы не очень удобно, то узнать интересующую информацию сможете просто напечатав свой вопрос по старинке с помощью привычной клавиатуры. Также стоит отметить, что синтезатор речи и технология распознавания голоса в приложении работают очень качественно. Ровно так же, как и система построения фраз, так что и собеседник, и вы сможете без труда понять друг друга. Несмотря на то, что стоимость приложения составляет 66 рублей, внутренние покупки все-таки присутствуют, а именно, наличие так называемой премиум подписки, оформив которую, вы получите доступ к дополнительным диалектам или языкам изначально заблокированным. Ее стоимость составляет 3 доллара за 3 месяца использования или 5 долларов за 6 месяцев. Тем не менее, это универсальное приложение, доступное для всех устройств Apple под управлением iOS. Современный мир высоких технологий можно в каком-то смысле сравнить с миром моды. Ну, посудите сами, здесь также часто появляются всевозможные новинки, при том, что некоторые приобретают сумасшедшую популярность, а какие-то, увы, пропадают бесследно, так и не сыскав должного успеха. К слову, одним из популярных сегодня трендов техномира по праву можно считать носимую электронику. Гаджеты, которые помещаются в буквальном смысле у вас на запястье и различными способами, помогают оптимизировать образ жизни. Словом, сегодня расскажу о представителе одного из направлений носимой электроники – умных часах. Ну что ж, встречайте, Casio G-Shock STB-1000. Свежевышедшую модель смарт-часов от японской компании Casio по праву можно считать умным девайсом на каждый день. Функциональные возможности данного продукта превосходно сочетаются с внешней красотой и удобством повседневной эксплуатации. Часы имеют привлекательный дизайн со спортивным уклоном, как и подобает другим продуктам фирмы. Однако их отличительной особенностью является отсутствие ярких кричащих цветов и слишком уж нетривиального форм-фактора. Одним словом, всё просто и со вкусом. К слову, часы продаются всего в двух вариантах расцветки – чёрно-оранжевом и, несколько более строгом, чёрно-сером. Корпус часов выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Монохромный дисплей покрыт износостойким минеральным стеклом, а на загляденье удобный гибкий ремешок выполнен из силиконовой резины. Специальные ребристые кнопки, вынесенные на боковые грани корпуса, выполняют в принципе весьма стандартные задачи, вроде активации подсветки или переключения режимов, а также при необходимости выполняют роль органов управления. Теперь непосредственно об умной начинке. В первую очередь стоит упомянуть, что это не только умные часы, но ещё и фитнес-трекер, который вдобавок способен работать в паре с вашим смартфоном. Соединение с устройством осуществляется благодаря поддержке Bluetooth 4.0 и специального приложения Casio Watch+, которое, к слову, позволит выполнить непосредственно настройку часов, будь то установка будильника, смена часового пояса, назначение даты, времени, сигналов для поиска телефона, а также настройку уведомлений и многого-многого другого. Часы способны отображать приходящие на смартфон уведомления из любого приложения, будь то Instagram, Twitter или Facebook, а также оповещать пользователя о входящих звонках или сообщениях. Пространства на экране, конечно, для всего этого несколько маловато, но поверьте, пропустить какое-либо уведомление вам вряд ли удастся. Кстати, есть тут также и возможность управления плеером. К слову, в спортивном режиме часы отображают всю необходимую информацию – пульс, дистанцию и время. Пожалуй, главный минус Casio STB1000 – это отсутствие поддержки платформ Android и Windows Phone. Но вполне возможно, что и на них приложение для связи с часами тоже вскоре появится. Ну что же, на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий – High Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании «Город». Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за данный проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok